На самом деле гиперинфляция позволяет одновременно убить несколько зайцев. То есть с рынка уйдут реально неэффективные компании, у которых есть хорошая рабочая сила, большой объем рабочей силы, у которой есть определенные ресурсы, у которых есть активы, с активами, производящими прибавочную стоимость, равно, другими словами, средства производства, с этим ничего не произойдет, оно как бы останется, уйдет с молотка по процедуре банкротства. Второе, гиперинфляция приводит вам обесценить собственный долг, если правительство очень сильно закредитовано, то есть и правительством чистыми выйти из воды. Реально располагаемые доходы населения в этом случае снижаются, но опять-таки для капиталистов это очень круто, потому что, когда у населения снижаются располагаемые доходы, то вы можете платить меньшие деньги за тот же самый труд, за время, которое потратите. И это тоже касается нас всех, да, то есть это коснется, там, не только в России такое может произойти, это будет происходить, скорее всего, глобально. Опять я говорю сейчас про долгосрочные последствия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова